И вот мероприятие, которое уже будет сегодня вечером в 18.00, как подсказали уже мои гости. Итак, у нас сегодня в гостях, расскажи, Виктор, тем более это твои друзья. Представляй. Назар Пашук и Михаил Денисов, авторы и актеры с кичком «Окраина У», а также участники команды «Замок Любарта» «Миста Лутик». Привет, ребята. Доброе утро. Доброе вам утро. Раз уж пошла такая свадьба. И по совместительству тренера Запорожской лиги смеха. Вот, которая сегодня в 18.00 в декаде «Днепроспедсталь» состоится. Итак, сегодня действительно интересное мероприятие. Два тренера расскажите о своих командах. И как вы, команды из Луцка, все-таки стали тренерами команд Запорожской лиги смеха? Ну, у нас тут три тренера, давайте не будем забывать. Один секундочку. Все дуже просто. Организаторы запросили. Мы приехали. Нише трошки легче, он с Киева ехал. Я из Луцка, то трошки довше. А так все добре. У вас была ночь репетиций. С какими командами вы работаете? И насколько готовы ребята, по вашему мнению, как тренера? Ну, так получилось, что я приехал позже, чем все остальные. Один человек, который доезжает у нас, да. Ну, вчера вроде с ребятами поработали. Немножко до поздней ночи дописывали, поправляли материал. Ну, вроде все хорошо. Сегодня будем смотреть. Вот, напомню, что информационным партнером Запорожской лиги смеха является телеканал ТВ-5. И, конечно же, будет вестись съемка. И наши телезрители в дальнейшем могут увидеть, что же такого интересного происходило в зале на самой игре. Вот, ребят, вопрос такой. От меня, как от тренера-конкурента. Что у вас у команды? Будет ли смешно? Чем будете удивлять сегодняшнего зрителя? Слухай сценарий, займем и покажем. Нет, на самом деле, я думаю, будет очень весело. Мои команды готовы, как на меня, на 100%. Мы даже вчера до поздней ночи не репетировали, потому что все было готово. Даем команде возможность трошечки поспать. Вот у вас, как у тренера, первые слова, о которых вы говорите команда. Ну, мы знаем, что, в принципе, у КВНчиков, у многих тех, кто занимается юмором, есть какие-то свои заготовленные фразы. У вас, как у тренера, 100% какая-то есть речь, с которой вы начинаете работу с молодыми командами. Какие первые слова звучат из ваших уст? Ой, навіть. Ну, я своим всегда, я прошу их, чтобы они на сцене кайфанули и получили удовольствие. То есть, если ты получаешь удовольствие, зритель это видит и воспринимает лучше. Так, если эти чувства... Оказывается, он кайфует всю жизнь просто. Что он делает? А я говорю, в первую очередь, чтобы они не хваливались, потому что хваливание дуже видно зі сцены. И ця впевненість, невпевненість передається людям. А как перебороть волнение? Вот есть какие-то приемы у вас, как у актера, которые... Ну, в Миші команде все роблять пуньк, а у нас не, у нас не. Ведь у нас просто все дуже впевнені. Не знаю, у меня тоже стабильно, как бы, да, чтобы снять волнение, разогнать кровь, чтобы она по-новой забуяла, забурлила. Полтишочек коничку. А вот че тут нам придаваться, да? Ну, видите, у каждого тренера свои способы. Ваша команда, с которыми вы занимаетесь, давайте их представим нашим зрителям. Возможно, кто-то придет поболеть именно за те команды, где вы являетесь тренерами. У мене команда в центре событий, Мисту Кривый Рих, та команда 500 Днепр. Классно команду. У мене команда Северный Единорог, молодая запорожская команда, и команда два человека из города Киев. У мене команда, да? У мене команда… У нас сразу три гостя теперь тут трансформировались. У мене команда FIFA Миста Дрогобич, и команда «Хвалюватися немає причин» Миста Черкасы. Познакомьте меня с правилами нашей запорожской риги «Смех». А может ли тренер выходить и играть за свою команду? Или он может только наставлять и работать как редактор? Да у нас так все аналогично, как и на телевизионном продукте. Так само мы выступаем с командами в цьому этапе. У нас сейчас одна четвертая. Так, на наступных стадиях, возможно, что-то изменится, возможно, будут какие-то другие нововведения. То есть могут быть и какие-то звезды, которые могут играть за командой? Это уже не до нас питание, напевно, а до организаторов. Как организаторы придумают плату. Мне кажется, что это будут такие этапы в дальнейшем. Во всяком случае, я на это надеюсь. И зрителя, я уверен, мы в дальнейшем как-то чем-то удивим. Ну а сейчас предложу нашим телезрителям набирать прямо в студию... О, есть звоночек. Возможно, поиграть и выиграть два билета. Алло, доброе утро. Доброе утро, Михаил беспокойся. Здравствуйте, Михаил. Михаил, у вас есть вопросы? Я так понимаю, если... Я хотел вопрос задать ребятам, но поскольку звезды ведущие, как бы, их все видели. Скажите, пожалуйста, существует мнение, что КВНчики трезвые и не выходят на сцену. Развенчайте, пожалуйста. Я все-таки верю, что они выходят именно на своем таланте, а не на алкоголе. Я могу в защиту сказать, что, ну, в принципе, телевидение можно считать тоже сценой. Ну, это уже публичное выступление. В данный момент все здесь точно трезвые. Ну, а есть ли действительно такое или нет? Дуже важно сейчас сказать что-то в заказе, если человек сказал, что быстрее ты не выходил. Я 50 для снятия, как бы, волнения, но в данный случай с утра это было бы... Нет, ну, сейчас вечер разряженный. Есть игры, когда выходишь, ну, то есть ничем не заряжаясь. Это не обязательно. Чистая солнечная энергия. Это уже по желанию, да. Хорошо, мы перебьемся с вами на гороскоп и после этого ждем еще звонков телезрителей. Ну, и помните о том, что у нас есть еще билеты. Ребята пришли не с пустыми руками. Вы можете прийти и поболеть за команды подопечные наших звездных тренеров. Ну, а пока что гороскоп у нас в эфире. Друзья, напомню, что сегодня Лига Смеха, 1-4 финала в 18.00 в ДК Днепроспидсталь. Именно поэтому прошу, звоните к нам в студию. Есть возможность разыграть два билета. Давайте примем звонок. Алло, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Марина. Марина, очень приятно, что вы к нам дозвонились. У нас сегодня сразу три звездных тренера, включая Виктора. И мы сегодня решили вам придумать викторину. Виктор, говори о чем. Да, на самом деле все просто, все легко. Запорожье и Запорожский край, он славится своими юмористами, кавенщиками, людьми, которые связаны с юмором. Поэтому есть возможность поиграть и выиграть два билетика на сегодняшнюю игру. Все, что вам необходимо, это угадать, какие же команды будут показаны у нас сейчас здесь на экране. Звездные десятки, вот так ее назовем. Можно так, да. Первая команда КВН, которая... А ты криворок тратить? Браво, отлично. Продолжим дальше. А по имени каждого? А там сложно. Это сложно, но и в несколько месяц. Хорошо. Следующая наша команда... Тут сложно, как бы немножечко. Я могу вам дать маленькую подсказку. В этой команде, вот в некоторых номерах, кстати, участвовал наш известный запорожский певец, теперь украинский Арсен Мирзаян. Он находится как раз здесь по центру, он был участником этой команды КВН. Еще тогда молодой, кучерявый, это 2004 год. Не седой. Где работал Арсен Мирзаян? На каком заводе? Запорожье. И команда КВН как называется? Запорожье. Отлично, все логично. Хорошо, продолжим дальше. Так, следующая наша команда. Давайте спросим наших гостей. Вы, может быть, знаете, как эту команду зовут? А это легендарная команда. Тоже участвовали в сезоне 2005, по-моему, в высшей украинской лиге КВН. Ну и там даже вот... Назар, Михаил. Наверное, Назар. Нет, не знаю. Ну, как бы Лутик их вам показал в обтужнику. Хорошо, ну а знаете, наша телезрительница? Тут, кстати, подписаны имена даже участников. Как вы думаете, как называется эта команда? Как-то солнышко, по-моему. Солнышко, совершенно верно. Хорошо, продолжим дальше. Следующая наша команда. Эксперты нам помогут. Знаете. Да. Вот. Наконец-то. Наконец-то эта команда... Так, простили карматы? Нет. Нет, они у нас будут там чуть-чуть дальше. А мне особенно нравится выражение лица у второго по счёту участника команды. Лёша заснул. Да, где заснул. Лёша чуть-чуть. Лёша чуть-чуть. Да, а как ты называешь кайфанума сцена? Ну вот посмотрите, они в каких костюмах? Ой, не надо потом. А ты запури. Национальных, соответственно, Запорожская... Запорожская... Какая? Национальная сборная. Браво, отлично. Хорошо. Вы прям как бегемота за уши с болота. Так, следующая наша... Эту команду вы уже называли. Эту команду только что... Запорожский вектор-машинка. Да, Запорожский вектор-машинка ЗНТУ. Хорошо. Следующая команда, которая уникальная в своём роде, особенно юмор, которую она подаёт со сцены. Да, совершенно верно. Вот это такая запорожская команда из завода. А вот эта команда какая? Кто же там? Особенно предпоследний парень. Просто красюк-парнишка. Хорошо, продолжим дальше. Следующая картинка, следующая команда. Это последняя, наверное. Итак, ещё одна команда, которая, кстати, играет в этом году в одной из лиг... Да, в Одесской лиге смеха играет региональный. Молодая команда. Так, Умка... Это зиитовская команда. Да. Так сказали же. Умка, всё верно. Мы вас поздравляем. Вот эти два билетика, ну, действительно, ваши. Вы их заслужили. Приходите сегодня в 18.00. А за какую команду? Вы были, кстати, на фестивале, который предшествовал одной четвёртой? На фестивале были в этом году? Да, я была. А какая команда вам понравилась больше всех? За кого будете болеть? Ну, понравились очень много. И Умка. Так, и... Открою секрет. Умка на фестивале. Калифорния. Калифорния была такая? Калифорния была, да. Хорошо, отлично. Ну, приходите на одну четвёртую, тем более у вас есть теперь два билета. У нас, кстати, пройдёт сразу телесъёмка двух игр. Двух игр, да. Одна четвёртая, две игры, будут участвовать по шесть команды. По две команды, я так понимаю, отсеются. Четыре команды проходят дальнейший этап. Да, с каждой игры вылетит по две команды, но об этом сегодня будет говорить ведущий. Итак, давайте всё-таки вы, как каждый тренер своей команды, дадим напутственные слова, вот каждой своей команды, потому что, ну, возможно, учитывая, я знаю, что вы в 12 часов только закончили репетировать, но ребята на юрах, наверное, уже все проснулись и смотрят на вас, как на каждого звёздного тренера. Давайте какие-то слова напутствия каждой команде скажем. Ну, в Миншо-Езаполическая команда, я думаю, вы на точно дивитесь, будь ласка. Ребят, сдавайте быстренько зачёты, экзамены у них ещё до репетирования, это всё сегодня, да. Всё хорошо вам сдать, приезжайте, будем репетировать и будем сегодня рвать. Два человека, надеюсь, Мартин уже доехал и у вас всё хорошо, вы всё сделали и, главное, выспались. На мне режиссёр в ухо кричит, скажи, кто ведущий, скажи, кто ведущий, потому что он у нас там стоит и сейчас зарежет меня. Игорь Вячеславович Литвиненко, ведущий, конечно же, легендарный КВНчик образца далёкого 97-го года. Мы, кстати, снимали нашу викторину. Да. Команды КВН Запорожье, Кривой, Кривой, Кривой. Ваши слова напутствия вашей команды. Мои команды, да, это очень важно. В центре подеи это 500. Я надеюсь, что вы проснетесь скоро, вы явно меня сейчас не слышите, я так чуть думаю. Мы всё в интернет выложим. Так, супер, вы проснетесь, посмехнетесь, беретесь и мы поедемо проходити в півфиналку. Виктор, ты же у нас третий тренер, давай от тебя пару на путь. А я тебе скажу, мои команды знают, где я работаю, и они просыпаются вместе с нами, с тобой, и смотрят каждый эфир утро с ТВ5. И что ты им пожелаешь? Ребята, в 10.00 у нас время сбора, соответственно, вы помните об этом, а у меня очень пунктуальные команды. Мы с вами сегодня сделаем всё прям ух. Ну, в общем, сегодня будет всё просто ух, классно. Всем командам желаем действительно подготовиться. Ещё раз скажем, что Игорь Литвиненко у нас ведущий. Да. Теперь от своей... Ну, впереди у нас реклама. Не пропустите это событие. Сегодня Дворец культуры Днепр Списталь в 18.00. Обязательно побывайте на этом событии. Впереди у нас реклама. Большое спасибо. Будем болеть за ваши команды. Ну и вам удачи. К ни пуха ни пера. К чёрту. К чёрту, я тоже так скажу. Хорошо, всё, впереди у нас реклама. И до встречи вечером в ДК Днепр Списталь.